друзья еду сейчас на такси на барахолку представьте выхожу и саня едет я просто офигел но я ему я отказался ехать в его премиум классе вот с нами таксист артур артур вы хотите попасть в ролик попасть на день не хочу ой саня так да ты йог саня как так ты видишь танучка почему же соскучились и игорь президент за тобой не только игорь я помолодел розовые щечки розовые щечки значит ребята вчера хочу вам похвастаться я определил буквально за минуту что знак значок вот этот он знак не значок правильно знак оригинальный знак представьте вот сейчас выставил эксперты подтвердили но это действительно большие такие прорывы потом потому что мы ж не занимаемся конкретно фалеристикой мы занимаемся всем то есть это какие-то лифчики носочки брючки дурочки но это приятно это это большой такой плюс это при том что меня отвлекали все кто только можно чувак который пришел этот знак принес он говорит я пошел я спешу вы что с ума сошли сколько вы хотите чтобы я двушку вам листанул вот так нет но единственное что я подошел к нашему парню он очень давно на базаре и он тоже подтвердил что это оригинал вот буду так откровенно говорить ну приятно приятно что опытом настолько а знак знак очень интересные редкий но но сука подделок там капец ребята и что самое интересное и по граммам подделки и по штифту закрутки и по эмалям есть высококлассные подделки вот я определил что это оригинал ну большой такой себе плюсик александр слушаем вашу историю александр вы на связи александр александр вообще уже написано на уликсе продаем часы типа ракета на работоспособности не правда потому что там на специфическая батарейка пишет мне а какого хера ты не проверял продавать за 50 гривен я напишу петушок ты рубля гребешок продавай говорю вот смотрите такая ситуация вот я купил тамагочи за 15 гривен вот я сижу и думаю на хрен оно мне надо вот крутить вот сейчас мне нужно рассказать таблетка батарейка стоит 10-15 гривен вот смотри тамагочи 15 батарейки 30 в итоге он не рабочий я так и пишу не рабочий потом вот саня например он проверяет приставки на бывает да что-то там паяет не получается потом вот придется продавать поломану да и обманывает своих покупателей шкатулку шкатулку музыкальную я не обманывал я отправил потому что жалуются потому что у меня работа такая обманывать до вечера до вечера до работе а потом заниматься всеми вопросами а вот и я людям пишу но я честно скажу ребята я не рукастый то есть вот саня он рукастый но имеется ввиду что что-то починить это поковыряться там у кого-то где-то что-то а я а я не рукастый то есть я умею вот если я захочу я сделаю все и разберу и буду паять ими раз только покажите я вам сделаю много чего но я не особо люблю это вот я представляю там надо это все раскрыть ковыряться хотя мне это интересно вот ты же миллионер и ребята лучше я еще заметил очень интересный факт отходим ходим вдвоем вот это касается но уж от джека я так не замечал а вот саней мы ходим и вот как будто нету товара и тут за буквально там каких-то я уже беру с собой там чуть больше денег потому что зная что сейчас будет сука удар вот сейчас выхожу думаю нет наверно возьму еще на на 50 гривен больше а то у меня поставить забрать ну придется занимать а что делать таки с процентами какими поп 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 я еще но смотрите я беру тыщу если вдруг что на базаре подходите усами плюс 10 гривен отдаю сверху разве это не процент это микро кредита но это микро да что ж такое доказали тело по счет реально залетел так что а я вот через вот эту еду через забор серия же так тоже да 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 но не виделись просто я забыл друзья еще интересный штык попался но как бы это мое усуждение мы еще обратимся к профессии аналом где-то и уши налево закончены он законченный смотри опа итак ребята смотрите вот такой интересный штык предположительно англия либо франция клеймо 19 я здесь вижу трехгранник 19 или 18 неважно но но у меня вопрос я изучал с 17 века как же он крепился вот смотрите они были втульчатые были пробковые вот смотрите вопрос у всех штыков есть круглое завершение то есть были многогранные винтовки либо либо с круглым наконечником он должен был крепиться то есть если вы его бы были кинжалообразные штыки начальные но у меня вопрос как он крепился к винтовки может кто-то подскажет то есть я не понимаю смотрите у нас есть ударная часть когда он крепится посмотрите какой он длины огромные то есть он соответственно свернется его нельзя тогда не было ни проволоки ничего не муфт как он крепился то есть если мы берем пусть это 18 век даже не 17 как он вставлялся он был в ружье в ружье не было такого то есть они были круглые и повторюсь вот они были кинжалообразно то есть если бы здесь был ровный вот такой штифт да винтовка была предназначена для штык для крепления винтовки для ударной части а здесь мы видим вы видите какая фигня у меня какое предположение уже сами высказывал его что скорее всего этот штык он недоделанный в каком плане но это мое мнение что как мы находили по скифам по другим культурам то есть мастер мог его сделать и не доделать вот этот крепежный элемент я с ребятами общался они сказали что да может быть то есть кузнец сделал его но мы видим что он редкий это действительно редкий я вот сейчас смотрю глазами он действительно редкий я такого не видел это ранний но вот этот крепеж для меня непонятная хотя это ковка это сталь я вот как вижу своими глазами я на кузнице присутствовал я видел как это все делают но для меня пока это сейчас я его немножко изучу что здесь происходит а вы напишите комментарии передавай подписчикам привет жор давай говори подписчики привет со мной все хорошо все думают что дядя жора пропал из кадра на ребята сегодня обалденные покупки блин у меня тут сейчас ладно не буду уже значит сегодня серебришка выхватил лавки удовольствие ребята сегодня такие редкие духи купил просто просто огонь огонь и вы серебро фарфор все покажу и сегодня сейчас наверное заеду дядюшки аджи музыкальная сигаретница еще так что сегодня ля ля фа эти ноты ля ля фа не одиноки ну что мои дорогеньки я уже дома где дюшки аджи не поехал ребята охренетительные духи вырвал просто нереально это мужские духи с офигительным вкусом значит кто не умеет я научу english french germany japan любой язык я могу туркиш азербайджан значит ребята что здесь написано линстант офф джерлей фа хам крюста x the grooms то есть это мужские духи со вкусом верхние лук ноты лаванды поехали дальше кто хочет обучение по английскому я смогу вам нормальный урок преподать дальше silver 925 якорка в очень крутом исполнении офигительное к нему может идти крест но его надо доделать здесь не хватает штифта дальше вторая цепь смотрите не менее крутая вот такая очень хорошая это итальяна вера 925 дальше друзья мои хорошие то что я вам не показал вчера да винчи брелок вот такой или показывал или не важно уже не важно уже показал все следующий момент фарфор 50 год это галчонок кто напишет кто угадает на кого он похож от меня будет приз догадаться вы должны вот смотрите какой клеймо rsfsr дмитровская фабрика он очень старый очень старый интересный вот смотрите какое клеймо обалденное и все время что-то хочет видите такой вот галчонок вишенка на торте у нас это великолепная lfz смотрите какая прелесть состояние люкс огонь друзья группа в телеграме бесплатные продажи и оценка обучение по антиквариату средства для чистки монет нумизматическая линейка pr ваших неокрепших девственных каналов пошла массовка